Меня зовут Евгений Шульгин, я пастор церкви Петра в Санкт-Петербурге. Сегодня хотел рассказать в двух словах свою историю, вот как я встретился с Богом. Мне кажется, у каждого история уникальная и по-своему интересная, несмотря на то, что у кого-то это более яркие события, у кого-то это более, может быть, такие тривиальные. И если отматывать назад, то я бы, наверное, первый такой опыт свой соприкосновения с крестьянской верой отнес бы к самому началу 90-х, когда я учился в школе. И я просто прекрасно помню этот день, когда к нам в школу приехали американцы. И на тот момент я первый раз видел иностранцев в жизни, и это были люди, которые приехали такой большой группой. Они были очень непохожи ни на наших учителей, ни на родителей моих одноклассников. Мы были, наверное, в классе в четвертом или пятом. И нас собрали всех в рекреации в школе. Это классический подход, это самое начало 90-х. И где вот американцы встали посередине и что-то начали рассказывать. Мы не совсем понимали, о чем идет речь. И в самом конце они начали дарить подарки. Да, вот это в начале 90-х, когда был такой массовый дефицит всего, получить любой подарок, особенно на котором было написано там Made in USA или хотя бы China, это было уже большим событием. И эти подарки были, может быть, не такие крутые, как я рассчитывал, это были раскраски. Вот. И мы получили эти раскраски и стали бегать за американцами для того, чтобы они нам расписались на них, поставили свои автографы, потому что нам казалось, что мы повстречались с какими-то заокеанскими звездами. И они действительно так и делали. То есть вот ставили какие-то свои автографы, что-то писали. И на тот момент я не говорил по-английски, естественно, я не мог понять, о чем идет речь. И самое интересное, что года два, наверное, назад я раскапал свои запасы, вот то, что осталось у родителей дома, какие-то детские бумаги. И среди них была вот эта раскраска. Я увидел, это была раскраска на тему библейских сюжетов. То есть нужно было раскрашивать вот все библейские привычные сюжеты, которые вот обычно проходят в воскресной школе, чего у меня в жизни не было. Но вот эти вот американцы привезли эту литературу, она была на русском языке. И я стал читать, что они написали. Вот те самые подписи, те самые автографы, которые мне казались просто за корючками вот этих вот заезжих звезд. Оказалось, что они писали, как мне кажется, совершенно пророческие вещи о том, что потом сбылось много лет спустя. Я, собственно, к этому и веду. Там были стихи из Библии, там были какие-то просто пожелания, там были просто имена и фамилии. Некоторых я пытался даже найти в Фейсбуке, но мне не удалось. Но так или иначе, это вот такой конкретный, серьезный след, который я помню. Это был первый опыт взаимодействия с людьми, вера которых выражалась в чем-то больше, чем слова. То есть это был конкретный шаг поехать в Россию и что-то вот такое делать с людьми, которые до этого о Боге, может быть, и не слышали. Я лично не слышал. А потом, наверное, следующий шаг, который я вспоминаю, это на четвертом канале Санкт-Петербургского уже телевидения. Это то, что впоследствии стало каналом НТВ. Канал, по-моему, назывался «Российские университеты». Там показывали самые разные и мультфильмы, и фильмы. И один из мультфильмов, который там был, это был «Суперкнига». И вот на тот момент, это вот сейчас те люди, которые внутри субкультуры христианской находятся, особенно протестантской и евангельской, они знают, что такое суперкнига. А тогда для меня это был просто интересный мультфильм. Но там еще были какие-то такие библейские сюжеты, которые вроде меня особенно смущали. А с другой стороны, у этого не было привязки эмоциональной, потому что это вот не было частью моей жизни. И я смотрел это с удовольствием, сейчас до сих пор вспоминаю. И иногда я даже детям своим показывал, это было достаточно интересно. А следующий шаг, следующий этап, это вот уже самое начало 2000-х годов. Я учусь в институте на специальности «Социальная работа». И я был один из немногих людей, которые, учась на этой специальности, мне было еще интересно попробовать практически, а что же такое «Социальная работа». Не просто получить корочки, а попробовать применить это в реальной жизни. И я нашел какую-то такую организацию, которая занималась... Вот сейчас, наверное, уже сложно описать это в двух словах, но какая-то вот такая эмоциональная поддержка подростков, которые находились в местах заключения. Мы ездили в Колпино, где находится колония для несовершеннолетних. Мы ездили на улицу Лебедева в Выборгском районе, где находится следственный изолятор. Но сейчас вот даже я не могу вам сказать, что именно мы делали. Мы проводили время с этими ребятами, вели какие-то разговоры. Это была такая классическая соцработа конца 90-х, начала 2000-х, которая, как мне кажется, не особенно вела к чему-то, она просто вот была. Вот мы делали то, что никто другой не делал. Я даже помню, что я организовывал игру КВН в колонии в городе Колпино как раз. Потому что я в тот момент играл в КВНской команде в своем институте, и это был мой язык любви, который я мог продемонстрировать. Это было очень яркое воспоминание. К сожалению, не сохранилось никаких ни видеоотчетов, ничего. Я бы хотел посмотреть на этот КВН. Но я помню, что я был его ведущим. И очень была такая интересная специфика этой игры, где юмор был, конечно, такой необычный, назовем его так. И в тот момент, когда мы занимались этой работой, мне это нравилось, это занимало массу свободного времени. За это не платили никаких денег. То есть это была такая в чистом виде соцработа. Это не карьерный рост, а просто желание как-то себя применить, вот эту эмпатию, которая есть внутри по отношению к людям, продемонстрировать. Но мне всегда хотелось попробовать работать с маленькими детьми. И в конце какого-то года, уже уж не помню, наверное, до 2001 года, я пришел к нашей руководительнице, которая отвечала за распределение места для практики в течение лета. И я сказал ей о том, что я хотел попробовать работать с детьми. И для нее, конечно, это была дополнительная головная боль, потому что я был один из активистов, который уже работал на какой-то социальной стезе. И тут мне нужно было придумывать какие-то еще рабочие места. Но она постаралась и принесла мне такой список. Я как сейчас помню, это вот такой лист А4. На нем было, может быть, 20-25 различных учреждений. И нужно было выбрать, куда я хотел пойти для того, чтобы практиковаться. И выбирать было очень сложно, потому что никаких фотографий, ни картинок не было, объяснений никаких тоже. И большинство мест, где можно быть социальным работником, у них такие названия очень классические, специализированные учреждения, номер, что-нибудь такое. И вот выбрать среди этих чисел и странных аббревиатур было очень сложно. И там было одно название, которое, правда, бросилось в глаза, и я подумал, вот. А я еще как человек, который в тот момент играл в КВН, это название показалось мне смешным. Название было «Радуга надежды». И это было настолько странно и настолько вот не к месту в этом длинном списке, что, естественно, глаз сразу же туда сфокусировался. И я сказал, вот, пойду туда. Место это находилось на улице Растанная, недалеко от Лиговского проспекта. Я пришел туда в самом начале июня. Это была двухнедельная практика вместе с двумя сокурсницами. И они такие были, как сейчас помню, высокие ковыки. Ну, как русская женщина не выходит даже в булочную без очень крутого мейкапа. И они были вот такие красивые девушки, с которыми мы пришли вместе. А мы не совсем понимали специфику работы. Это был дневной центр для помощи детям из неблагополучных семей, которые в начале 2000-х как раз вот такими стейками собирались около станции метро. Наверное, как кто-то из наших зрителей помнит об этом. У них не было денег на алкоголь и наркотики, и они нюхали клей. То есть они сидели и нюхали клей из пакетов, и это давало им вот это вот ощущение какой-то такой альтернативной реальности. То есть вот они жили зачастую в подвалах или на каких-то теплотрассах. Кто-то жил в люке, я его помню. И ситуация очень такая сложная и простая одновременно, потому что их родители в свое время, в самом начале 2000-х годов, 90-х годов, прошу прощения, они как раз были вот этим переходным поколением, которое сразу после падения Советского Союза, оно оказалось вот в этой яме, где не было будущего, не было понятных социальных лифтов. И многие люди начали искать утешение в алкоголе, в таком девиантном, деструктивном образе жизни. У этих людей появлялись дети, и дети эти сталкивались с тем, с чем дети не должны сталкиваться в своем детстве. И, естественно, получалось так, что жить на улице среди себе подобных, употреблять дешевый алкоголь и нюхать клей, было лучше, чем жить в таком доме. И вот этот дневной центр, он был таким классным социальным центром, дневным центром, где была школа, где организация под названием «Врачи мира» оказывала медицинскую помощь, давала возможность переодеться, принять душ, а также кормили. И были вещи, которые я не совсем понял сразу, это называлось «библейские уроки». Там еще молились перед едой, что казалось мне достаточно странным, но при этом странным не в плохом смысле слова, а это вызывало какое-то такое приятное ощущение непохожести на то, с чем ты сталкиваешься в обычной жизни. Более того, там многие молитвы были переделаны в песни, для того чтобы дети, у которых мозг немножечко затуманен вот этими всеми токсинами, могли легче воспринимать вот эти вот «библейские истины». То есть через какой-то момент я понял, что это вот христианская организация, и у них есть ценности такого другого порядка, иного. И все это было не очень близко, меня религия не особенно интересовала, но было интересно наблюдать за тем, как вот люди любят таких детей. Это казалось иррациональным, непонятным, в чем мотивация. Потому что было видно, что те люди, которые там собрались, работники, они, очевидно, собрались там не по причине поисков карьерного роста или стабильного заработка, а это было вот именно такой какой-то вот в чистом виде душевный призыв. Да, вот то место, где они могли свое призвание делать «я бью». Через какое-то время, после того, где неделя прошло, я и мои сокурсницы практику закончили, подписали нам все вот эти вот листочки, которые нужно было принести в институт. И руководительница этого дневного центра, она подошла ко мне и сказала, что они едут в лагерь летний, и они бы хотели пригласить меня, потому что у меня наладился какой-то уже интересный, такой неплохой контакт с ребятами. Мы много играли в футбол, мы много, значит, какие-то были сценки, в которые меня приглашали участвовать. И, видя вот этот контакт, они, конечно, захотели, чтобы я поехал вместе с ними, несмотря на то, что вроде как я не соответствовал вот этим параметрам, там в основном работали верующие люди. Я сказал, я даже не сказал, что я буду думать об этом, потому что сама перспектива поехать в лагерь на 40 дней, а почему 40 дней? Он был длиннее, чем обычный лагерь, именно из-за того, что вот специфика работы с такими детьми, она состоит в том, что у них для того, чтобы войти вот в это состояние я-ребенок снова, им требуется какое-то время для того, чтобы выйти вот из этого подвала, для того, чтобы вот это вот... Все эти токсины начали потихонечку выветриваться, ушла злоба, страх. Вот это вот какой-то такой негативный фон требовалось пару недель, и потом следующие там типа 2-3 недели, это были отличные дети, снова с которыми можно было играть в игры. Ну, все, что обычно бывает в лагере. И я ответил отказом просто потому, что перспектива провести лето в компании вот этих вот подростков и детей мне совершенно не импонировала, а мне казалось, что есть гораздо более интересные вещи. Я сам был достаточно юн, поэтому мне казалось, что я могу лето провести с большей пользой. А потом в жизни начали происходить, вот в течение буквально нескольких следующих дней, там всякие фундаментальные изменения, я встречался довольно долго с девушкой, с которой мы расстались буквально накануне того момента, как я был приглашен в этот лагерь. И я как-то вот начал размышлять о том, что в принципе этим летом нет ничего более интересного, да, на горизонте. И решил попробовать, решил поехать в этот лагерь спортивным инструктором. Я приехал чуть с опозданием, это было в Лосево, если вы когда-нибудь бывали, в Лосево это недалеко от, если в лес уйти, недалеко от того места, где пороги знаменитые, сплав, там есть классная такая низина, где можно было прям с нуля, ребята из этой организации Город Гонодежды строили лагерь, то есть это был палаточный лагерь, на полтора месяца со своей кухней, это был мини-городок там на 100 плюс человек. И вот я приехал, там уже было все построено, и там были какие-то вот зарубежные приезжие помощники, которые не говорили по-русски, но вот они приехали для того, чтобы поддержать местных работников. Я сразу окунулся вот в этот мир, одно дело, да, приходить в течение рабочего дня, для того, чтобы поиграть с ребятами в футбол и уходить домой, а другое дело, когда ты вот постоянно находишься вот в этом облаке не самого лучшего поведения, которое демонстрируют ребята. А ведь ребята из таких семей, они часто любовь демонстрируют через боль, через гнев, через какие-то обзывания. Они хотят вызвать эмоцию. И ты вот, когда в этом варишься все, ты смотришь на людей, которые, по отношению к которым они все это, куда они все это выливают, и возникает вопрос, почему же вот эти люди в ответ не проявляют вот такого негатива, да, почему же они не проявляют, нет вот этого желания мгновенно наказать это поведение, и проявляется какое-то невероятное количество терпения, которое вот откуда оно берется. И я, конечно, неоднократно приходил к руководительнице нашей и говорил о том, что нужно что-то делать, невозможно терпеть, дальше вот это вот. И они так как-то вот мудро мне говорили, ну, подожди, там, подожди еще недельку, вот там все под контролем. И действительно, я видел вот эти изменения, которые происходили в детях. Поначалу они были вот такими зверьками из люка, а потом они превращались вновь в детей, у которых была такая острая жажда вот этого вот детства. И меня стали приглашать участвовать в сценках внутри этого лагеря. И сценки эти все были, конечно же, там носили библейскую подоплеку, библейский характер. А я начал участвовать в них, потому что играл в КВН, как я уже говорил. И, конечно, меня стали приглашать, я даже шучу, что иногда в то лето я начал играть роль Христа еще до того, как в Христа, собственно, поверил. И в конце этого лета был такой момент, когда собрали всех детей в том месте, где происходило вот именно вечернее собрание. И детей было довольно много. И было полное ощущение того, что заканчивается смена, заканчивается лагерь. И в конце этого вечернего собрания, помимо всех библейских сцен, которые были, как всегда, был такой вот призыв, как я сейчас помню, вот эти странные слова, это набор слов в тот момент, не очень понятный, но был призыв принять Христа в сердце. Был призыв такой, что типа вот кто хочет, чтобы Иисус стал Богом в вашей жизни. И я помню, что я сидел, и нам сказали всем закрыть глаза, то есть детей там было, может быть, 80 человек, и какие-то сотрудники, мы все закрыли глаза. Я почувствовал вот это какое-то такое желание в своем сердце для того, чтобы в моей жизни было так. И я был в полной уверенности, что вот сейчас я открою глаза, да, там моя рука поднятая, ее, что вот я подниму руку, не только я, но и остальные все дети последуют этому призыву. И когда я поднял руку, а там еще сказали, что те, кто хотят уйти, могут уйти, и я услышал, что какая-то часть детей ушла с этого вечера, так вот когда я открыл глаза и увидел, что это был я и еще три других ребенка, вот как раз ответили на этот призыв к покаянию. Я, конечно, совершенно этого не ожидал. И был даже такой специальный библейский урок с фланолиграфом. То есть те, кто представители старой школы всяческих там библейских течений знают, что такое фланолиграф, это сейчас мультимедиа, да, везде. Это сейчас там есть современные средства выражения. А тогда это было вот такая вот кусочки материи, где был такой библейский урок о спасении, о том, что Христос сделал для нас. И вот мы, я и вот несколько этих детей, мы приняли Христа. В сердце я просто помню вот это ощущение какой-то легкости в тот день. и потом, наверное, через много лет я пытался анализировать и думать о том, что именно привлекло меня. Вот что, что стало вот этим триггером к тому, чтобы вот перейти от такого стороннего наблюдения за людьми, которые исповедуют христианскую религию, к тому, чтобы самому стать вот условно ее проводником. И вот, наверное, ответ у меня есть только один, когда я увидел вот эту вот любовь, которая проявляется по отношению к детям, такого, которая носит совершенно иррациональный характер. Это не ответ на любовь, не те привычные чувства, которые мы испытываем по отношению к людям, которые любят нас в ответ. А это любовь по отношению к людям, которые в ответ тебе бросают какие-то обвинения, обзывательства, провоцируют тебя на негатив. А любовь все равно не иссякает. И вот в чем ее источник? Я вот сейчас, наверное, только понимаю, что вот эта вот безусловная любовь, которая носит название Агапы, да, вот она, это источник ее, он такой, он христоцентричный. То есть вот Христос дает нам такую любовь, которую мы способны, которой мы способны любить людей, которые эту любовь не заслуживают. И вот это понимание того, что Бог любит меня, не потому что я этого заслуживаю, а потому что, ну, это Он, любовь. И у Него этой любви достаточно. И достаточно для таких людей, как я, которые сами по себе, возможно, и не могли бы быть источниками любви, но готовы ее принимать, готовы быть каналом для того, чтобы любить людей вокруг. очень многому то ли это меня научила любовь агапы безусловная любовь и христианство в действии а когда мы не просто говорим о любви к людям мы делаем конкретные шаги для того чтобы эта любовь воплощалась в чем-то собственно вот такая моя история